Ребятушки, всем привет! Всех я вас целую, люблю до луны и обратно. В общем, у нас время уже ночь. Ночь, на улице валит снег вот такими огромными хлопьями. Я не сплю и решила записать видео. Наверное, я его выложу уже завтра. Завтра вы посмотрите. А почему решила записать сегодня? Ну, как раз настал такой момент, почитала кое-какие комментарии. И, в общем, я созрела. Сделала себе чаёк, сижу, пью и, думаю, пока мысль от меня не убежала, а то у меня такое, знаете, вроде что-то нагорит, нагорит, накипит, накипит. Утром встану, перегорело, всё. Не могу уже записать то, что, допустим, я запланировала вчера. И к чему будет тема, какая будет тема видео. В общем, сегодня, да, я выкладывала видео, где я делала обзор на продукцию Greenway. Больше половины людей написала, ну, в смысле, нормально к этому отнеслись. Кто-то там пользуется этой продукцией, там кому-то она нравится. Кто-то уже там по 10 лет трёт этими тряпками свои окна. Ну, и, наверное, процентов 30. Я же читаю все комментарии. Каждый комментарий читаю. Не то, что сказать, что прям сильно пропускаю через себя, но учитываю чьи-то мнения, к чему-то прислушиваюсь. И, в общем, скажу так. А, потом кто-то мне написал, ой, она и Василёк скоро будет рекламировать. Девчонки, если мне предложат, буду рекламировать. Буду. И сейчас всё объясню, почему и для чего. С какой вообще целью я открыла канал? Канал я открыла, конечно же, заработать на нём. Но, как заработать? Конечно, не попрошайничать, не собирать какие-то там сборы на что-то, да, у кого-то что-то просить и что-то выпрашивать. Нет. Просто честно заработать на канале. Как на это можно сделать? То есть, в мои ролики в них вставляется реклама. И не то, то есть, сейчас к этому тоже вернёмся. Вставляется реклама. И за счёт того, что смотрят, смотрят эту рекламу, не смотрят. Вот кто-то ей мне пишет, что да, мы, говорит, специально даже просматриваем всю твою рекламу. Вот мама, допустим, тоже у меня. Позвоню, говорю, ну что ты видео посмотрела? Она говорит, нет, я смотрю все твои рекламы. И вот за счёт этого как-то там складывается эта зарплата. Она не за счёт подписчиков, не за счёт... Просто за счёт просмотров. Вот, по поводу рекламы, да. И почему я открыла этот канал? Конечно же, не просто ради энтузиазма ходить с камерой, показывать всю свою жизнь на показ. Конечно же, с целью заработать. С целью как-то улучшить наше материальное положение. И вот по поводу вот этого Greenway, да, который я... И вот он вызвал такую вот реакцию. Ну, не скажу, что прям негативную. Нет, ну, люди написали своё мнение, что вот и ты туда же, и ты такая же, и ты же как все. Да, ребятки, да. Я буду что-то, если мне будут что-то предлагать на обзор, то, что нужно мне, то, что, может, какую-то ерунду, в чём я не нуждаюсь, и в чём я не вижу смысла, я не буду это показывать, да. А то, что меня заинтересовало, тот же взять, допустим, даже возьмём этот же Greenway, да, пользуется им сейчас вся страна, он настолько известный, конечно же, мне тоже хочется попробовать его, да. И тем более, если тебе предлагают его бесплатно на бартерную рекламу, я думаю, ну, может, процентов 90 не откажутся, все согласятся на это, правильно же? И я точно так же ничего такого и не сделала. И тем более, было в ролике написано, что, как бы, да, это реклама, это даже нечестный отзыв, да, и я написала всё честно, и мне реально понравилась эта продукция, эти тряпочки, эти окна, тем более, я помыла, тем более, вы сами знаете, сколько у меня окон, и как мне это тяжело всё это натирать, и всё, и, конечно, это всё можно сделать, как там и ветошью, и газеткой, и чем там, и тряпочкой обычной, и всем, чем хочешь, да. Но если эта тряпочка настолько облегчает твою жизнь, то есть не надо это окно и лозить по часу, как я делала раньше, да, то есть это всё делается моментально, пять минут у тебя окно готово. И, конечно же, кто-то, кто-то приобретёт тоже такие же тряпочки, может, кому-то мой отзыв покажется полезным, ну и в таком плане. Потом тоже кто-то писал там, а, ну я уже говорила, да, она и Василька тоже, наверное, будет скоро, и, по-моему, девчонки, если мне предложат Василька, конечно же, я не откажусь. Но тут тоже дело каждого. Не нравится, как я, ну, в смысле, не хотите смотреть Василёк, пропустите. То, что мне не нравится, я, допустим, пропускаю, да. Ну, допустим, тот же Василёк, я с большим, прям при великим удовольствии, смотрю распаковки этих посылок. Я не знаю, я балдею от этого. Мне очень нравится. Мне нравится, ну, что интересно, вот что этот человек мог заказать, да. Какой у него вкус. Почему вот он, ну, вот много-много всяких факторов каких-то, да, почему я смотрю такие, вот именно такие видео. Так что без рекламы никак, без неё просто никуда не деться. Потом также я буду на своём канале рекламировать чьи-то каналы, потому что это тоже, это тоже для меня доход. Потому что мой канал тоже, вы все многие, кто-то пришёл с канала Виталика и Ангелина, кто-то пришёл ещё с какого-то канала, там ещё с какого-то канала. Откуда вы обо мне узнали? Я точно так же платила за рекламу, что прорекламировали мой канал. И многие-многие пришли, именно ко мне перешли, с какого-то канала обо мне узнали и остались со мной. Огромное вам спасибо. Мне очень это приятно, что я вообще не рассчитывала. Я думаю, а кому я там нужна, да? Кто меня будет смотреть? Ну, смотрите, люди. Я вам очень благодарна. Я даже вот до сих пор ещё не верю, что я могу такого интересного показывать, рассказывать, что вот меня можно так смотреть. Так что, ребятки, вот так вот по поводу рекламы и будут и реклама каналов, и если будет Василёк предложит, и реклама Василька будет, и реклама всего, и я также буду рекламироваться, и буду рекламировать и другие каналы. В общем, без рекламы сейчас никак. Тем более YouTube, вы сами, ну, кто-то пишет, ты такая же, как все блогеры. За счёт этого и держатся каналы, за счёт этого, наверное, и живут эти каналы. Вот я как бы так бы сказала. Вот смотрите, даже возьмём тот же Василёк, да? Мне его, допустим, допустим, мне ещё пока никто ничего не предлагал, но если мне предложат, и как я могу сказать нет? Мы столько лет живём в каких-то таких, да, вот стройка там, не можем что-то себе там покупать лишнее, да? Тоже постельная. У меня постельная, я ещё говорила, ещё тех-тех-тех времён, там, савдеповская, да? И для меня Василёк там, кто-то пишет дешёвка, кто-то пишет там, некачественная. Ну, в общем, кто что только не пишет. Я буду очень рада, очень рада обновить, конечно, своё постельное, обновить какие-то полотенца там, или ещё что-то. Так что, ребятки, как хотите, обижайтесь, не обижайтесь, но это будет на моём канале. Я Вас об этом предупреждаю сразу. Многие пишут, кто-то, немногие, нет, их немногие, их единицы. Там, всё, отписываюсь, там, после этого Гринвэя. Ты такая же, как все, ты такая же продажная, там, и всё в таком духе. Ну, не знаю. Один отпишется, как говорится, двое-трое подпишутся. И ты этим портишь свой канал. И, ну, в общем, в общем, в общем, в общем. Так что, ребятки, я вас поставила в известность. Всё будет, но в меру, в меру. Перебарщивать не будем, конечно. Вот. По поводу, ещё тоже хотела одно видео записать, но тоже перегорела. Сейчас вспомнила эту тему. Как-то я снимала тоже ролик, позавчера, по-моему, ну, поделилась планами, говорю, хотим поехать на море, там, сей семьёй, отдохнуть, да. Ну, и были такого плана комментарии. Юля, вот ты чё, дурочка, у вас стройка, какое тебе море, давно пора повзрослеть, давно пора, давно пора повзрослеть, пока дом не достроишь, мол, какое тебе море, какие тебе там растраты и всё прочее. я тоже не удивилась по этому поводу. Знаете, почему? У меня вот так мама рассуждала всю жизнь, всю жизнь она так рассуждала, всё переводилось, нет, мы не бедствовали, у нас всегда было изобилие всего, ну, вот такие вот моменты, как там поехать на море, сходить куда-то в кафе, то есть все эти деньги переводились в цемент, в цемент, в стройку и всё прочее, да, мы были детьми, мы же, конечно, хотели там и на море, и в кафе, но мы не были лишены там какой-то хорошей одежды там и всего прочего, ну, вот подведём итоги, и жизнь прошла, и дети выросли уже, да, и все, ну, как бы разъехались у каждого своей семьи, и дом не достроен, и на море не съезжено, и в кафе не схожено, и как бы всё, а сейчас бы вот уже можно было бы, да, ну, уже и сходить не с кем, уже и на море не поедешь, уже и здоровье не позволяет, и всё в таком плане, вот, поэтому я вот так не хочу так думать, как, допустим, вот моя мама, да, у нас маленькие дети, мы и так, ну, не маленькие уже, ещё чуть-чуть уже, и вот пока есть ещё этот момент, насладиться этим морем, там, и в какой-то кафе сходить, да, на счёт день рождения, я считаю, что это надо делать, надо делать, потому что, чтобы не было потом поздно, ну, допустим, возьмём тоже море, как я там ещё раз писала, что мы хотим поехать с дикарями, и, ну, два-три дня, да, ну, допустим, вот я даже сейчас приведу в пример, да, допустим, мы едем на море, на два-три дня, ну, сколько мы тратим, если едем на своей машине, там, я ещё, она придумывала, палаточные городки себе, там, и всё в таком духе, да, ну, даже возьмём вот тот вариант, который я обдумала, да, ну, хорошо, три дня, два-три дня, сколько мы можем потратить на море, да, ну, мы же тоже не какие-то там вот прям транжиры, и налево-направо, что-то кидать, да, ну, допустим, тратим мы 20 тысяч рублей, да, что мы можем купить в дом на 20 тысяч рублей, хорошо, мы можем на эти деньги купить ламинат, допустим, в какую-нибудь комнату положить, там, я не знаю, машину цемента можем привезти, сколько-то там мешков шпаклёвки купить, да, ну, как вариант, ну, хорошо, купили, положили, ещё одну поездку отложили, тоже всё, всё в дом, всё в дом, всё в дом, и так из года в год, и дети подросли, и они на море не были, да, и мы не отдохнули, и жизнь прошла, и достроиться не успели, и всё вот в таком плане, и вспомнить-то нечего, а вот сам момент, эти два-три дня, вы представляете, да, мы собираемся, допустим, на этом море, вы представляете, сколько будет эмоций, там, до этого дня, да, как мы будем, вот, собирать там, дети, как будут радоваться, как мы такие вот счастливые, я просто представляю, мы едем, окна машины открыты, ветерок дует, да, все такие довольные, счастливые, это что, это такие моменты, они не стоят просто никаких денег, просто никаких, жизнь уходит, и кто-то, тебе надо быстрее всё там в доме доделать, быстрее как, быстрее не доделаешь, быстро, это, это когда у тебя много денег, когда у тебя их вот так вот, наплывом и по чуть-чуть, ты быстро это никогда не сделаешь, слава богу, что мы хоть сделали, крыша у нас есть, да, у нас тепло, у нас работают сейчас все коммуникации, и это потихоньку сделаем, главное уже, вот самое главное, самое такое основное, мы сделали, мы поэтому даже и не думали эти года, пока мы вот это всё основное делали, куда-то выезжать на море там, да, даже вообще просто, просто мы даже не заикались, а просто даже мысли не возникало, а это я уже так, мы начали потихоньку мечтать, потому что такой вот, ну, грандиозный, грандиозный фронт работ мы сделали, я как считаю, и поэтому уже, конечно, хочется и помечтать о чём-то таком, и вот кто вот так написал, я в корне не согласна, в корне, и я не удивилась, а потому что я говорю, вот так вот мама наша тоже всё, всё в стройку, в стройку, в стройку, всё в дом, 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 всё в цемент, вот что-нибудь этот, она всегда говорила, ой, это ж можно там два мешка цемента купить, ой, этот, два, там три мешка цемента купить, ну, и вот, вот на примере моей мамы, а сейчас бы, если бы она вспять всё вернула, да, конечно бы она сейчас и на море съездила, конечно бы лишний раз, и день рождения какой-то мы в кафе могли отметить, всё в этой жизни не загребёшь, абсолютно, Может, мы и не успеем даже что-то доделать. И не успеем, и на море, допустим, не съездили, и тут не успели, и, в общем, вот так вот и прожили всю жизнь. Что тут осталось? Жизнь такая короткая, она так быстро проходит. Не так мне, допустим, нужно это море, да, не так Эдику, нужно нам тысячу лет, мы сколько лет там жили на этом море. А как вот для детей, для детей запомнить вот эти моменты, как мы едем, как мы собирались, как мы приехали, как мы едем обратно. Это же все равно, это вот в таком возрасте, в детском, в Камилином, да, даже в Оленином и в Тимуровом, да, это все равно такие моменты, они запоминаются на всю жизнь. Поэтому я в корне не согласна с такими женщинами, в корне. Мы, конечно, разумно тратим деньги, разумно, потому что мы их разумно и получаем, да, ну, в смысле, сами их зарабатываем, поэтому, чтобы вот так налево, направо там кидать, нет, конечно. Так что, ребятки, вот так вот поделилась своими мыслями, пока мысля моя не убежала, вот так вот ночью за чашечкой чая рассказала вам все, и по поводу рекламы, и по поводу вот жизни этой, и по поводу моря. Это мечты пока, ну, как мечты, я мечтаю реально, я не мечтаю так вот, о чем-то таком нереальном, заоблачном. Получится, поедем, не получится, не поедем. Так что, ребятки, вот такие дела. Так что реклама, как говорится, правит миром. Без рекламы никуда. Даже вот, чтобы мой канал сейчас, да, развивался больше, я уже давно не проплачивала никакую рекламу. Поэтому вот он встал на месте. А помните, когда мне писали, вот, Юля, мы подписались, там у тебя было 500 человек, там, да, у тебя было 1000 человек. Кто-то со мной вообще, вот прям самых-самых первых. Видели, что одно время канал, да, рос. А рос он не из-за того, что я такая хорошая Юля. Таких очень хороших Юль, их на Ютубе просто, просто пачками лежат. Чтобы о тебе узнали, ты должен сам себя прорекламировать. А рекламы на каналах стоят недешево. И ты не знаешь, сколько людей к тебе придет. Можно и 5000 отдать за рекламу, кто-то просит. А придет 100-150 человек и девчонки. Кто-то 3000 просит. Так что без рекламы просто, просто вообще никак не сдвинуться. Что-то такое трэшевого, да, вот можно там было бы на каком-то, ну, какое-то позорище, да, снять. Это не про меня, девчонки, не про меня. Есть такие каналы, там, поднимаются на каких-то этот. Ну, я считаю, это значит, ни родины, ни флага у человека нету, если вот он на каком-то трэше бах и поднял свой канал. Я такие вещи не могу себе позволить. У меня дети, у меня семья, родственники и все такое. То есть я показываю вот самую свою простую, обычную, обыденную жизнь. Что-то в глаз попало прям аж. Я тебе дам. Поэтому вот так вот, без рекламы и ни тудым, и ни сюдым. И канал я открыла, конечно же, еще раз говорю, с целью помочь семье заработать что-то. На канале можно заработать, да. Я именно вот честно, именно вот просто выпуская ролики. Реклама, ну, без нее куда, никуда без нее не денешься. Вот эти вот желтенькие, да, вот вы заметили, то, что я расставляю в ролике. Это просто я расставляю. То есть не на каждом вот из вот этих вот бугорков на них нету рекламы. То есть это я расставила, а YouTube уже выдает рекламу сам, кому какую надо. То есть это уже от меня не зависит. Кто-то говорит, вот смотришь, одна реклама у тебя, да. А кто-то говорит, я посмотрел ролик, и всего выпала одна реклама. А кто-то говорит, посмотрел, там две рекламы выпало. А кто-то посмотрел, у него там пять-шесть реклам за ролик выпало. То есть вот сколько человек какие-то запросы делает, да, чем-то вот он интересуется, там, я не знаю, машинами, там, или порошком каким-нибудь, или еще что-нибудь. И вот на вот этом фоне, на фоне истории поисковиков YouTube вот и выдает вот такие рекламы. Так что от меня это никак не зависит. Вот, девчонки, вот, вот. Опять в смысле сбилась, что хотела сказать. Я просто, наверное, спать уже хотела. Сижу на себя, смотрю, а глаза уже такие соловьиные-соловьиные. Вот, что еще хотела, что-то еще хотела сказать. Опять сбилась в смысле. Ну, и вот по поводу комментариев, что пишут. Вот вы многие заметили, я никогда не вступаю в перепалку. И не буду, конечно, не буду. Я либо отметку делаю, что просто прочитала, да, хотя тоже внутри бушует все и кипит. Но я себя сдерживаю. То есть не грубить я никому не хочу. Кому-то что-то доказывать тоже не хочу. Либо сделала отметку, либо в шутливой форме как-то там отписалась, да, чтобы не вызывать какой-то негатив. Он мне не нужен. Я человек нескандальный. Вот. Ну и все, наверное, все. Все, что хотела сказать. Вроде бы так мысли самбурные, но что главное хотела сказать, сказала. Прямые эфиры буду выходить. Но почему не выхожу уже давно? Мы как сюда переехали. Я не знаю. Может быть из-за того, что столько арматуры в этом доме. Как-то плохо стал ловить интернет. Интернет ловит в том доме. Но там холодина. А в эфир выходить это час, полтора. Час как минимум. Полтора, два часа. Я там задубею. Просто задубею. Это надо одевать пуховик. Теплые сапоги, шапку и сидеть там. Я попробую. Вот здесь знаете, как интернет. То около какого-то окна ловит. То в углу. То в кухне вообще очень плохо. Очень. Мне бы было бы под прямые эфиры удобнее было бы делать в кухне. И мы в общем позвонили. У нас у всех мы на мегафонах сидим. Позвонили в этот центр мегафоновский. Обрисовали им ситуацию. И сказали, что у нас только 3G работает. 3G будет вышка. Вышку поставят до 22 года. До конца 22 года. Что-то такое. И в общем говорят, купите усилитель. Ну зашла на их сайт мегафоновский. Посмотрела, да, что есть такие усилители. Антенн что ли. Или как-то они доназываются. Ну и в общем иди как работу закончат. Поедем в город съездим. Купим вот этот усилитель. Попробуем, испытаем. И я буду выходить в эфиры с вами. Будем видеться, я думаю. Буду выпускать видео и плюс эфир. Вот так вот. Как вы думаете? Что вы думаете по этому поводу? Ну все, ребятки. На этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую, люблю. До луны и обратно. Всем пока-пока. Ну а мне спокойной ночи. Допью чай и пойду спать. Сейчас еще, еще не договорила. Снег идет хлопьями такими. Я всегда мечтала, еще когда мы сюда не заехали. Думала, вот буду в окно смотреть. Когда снег идет или когда дождь идет. Не могу глаз оторвать. Вот стою около окна и смотрю. Я еще говорила, что в коридоре у меня ничего не будет стоять. То есть я минималистка. Люблю вот минимализм полнейший. Чтобы, я думала, будет висеть только красивые занавески. Такие прям мощные, да. Массивные такие. С такими каким-то, ну не знаю. И думаю, и будет кафель, плитка. И абсолютно ничего. И может быть какой-нибудь там цветок. Там большой, да, какой-нибудь. А потом так подумала. Вот этот снег посмотрела. Думаю, нет, что я буду вот это стоять. Да, любоваться на этот снег. И придумала, что там у меня в коридоре будет стоять круглый столик. И, наверное, кованый, кованый. Именно кованый столик. И кованые такие или стульчики, или табуреточки. Вот, чтобы можно было сесть, облокотиться об стену. Ну, да, об стену. И сидеть, вот, смотреть на вот. Либо на дождь, либо на вот эти красивые хлопья снега. Ладно, ребятки, все. Теперь точно на этом все. Все, всем пока-пока. Еще раз всех вас люблю. Целую до луны и обратно. Пока-пока.